сейчас мы находимся в нашем родном зале локомотив называется каждый день этот по сути вообще вот жил можно сказать ждал пока закончатся уроки чтобы пойти на тренировку лето лето тоже почти все в зале даже когда самочувствие плохое голова болит я я хотел идти в зал знаю что она там все пройдет проходило так вот было раньше да вот так думаешь задумаешься начинаешь эти моменты вспоминать и что-то для себя даже новое открывать каждый день была тренировка да по моему даже суббота воскресенье мы тренировались вот и когда ты учишься но в две смены бывало такое что я как-то один год учился во вторую смену но большинство ребят моего года там постарше чуть приходили именно во вторую смену когда у меня школа я помню там ходил медпункт делали что меня температура мне плохо чтобы прийти сюда на тренировку поиграть баскетбол конечно немножко жалко что мы сейчас снимаем что уже ремонт как бы делается хотелось бы вас вам показать тем в каких условиях мы тренировались фото будут старого зала женя его но если же не раньше в интервью давал когда давал интервью говорил что я в школе его в класс зашел нет это это ему видно казалось или что-то он так может и потом заходил там постарше был но изначально его привела мама с первого класса потому что по тем временам рано так не набирали вот просто мама привела я смотрю мама высокая папа спросил сколько ростом я уже по формуле прикинул что будет где-то около двух метров тогда он отличался от всех работоспособности вот желанием но мне что с другой стороны не нравилось что я так его на тот момент не убедил что надо работать левой рукой потому что упертый был мне это не надо я и правый сыра вооружение вру потом вру пожалеешь ну и точно потом как-то добрался был в смоках вот пришел ко мне в зал сара у вас очки такие вот есть без зрительного контроля еще советского союза мой тренер мне подарил хорошо бери работаем вот именно чтоб на длевую руку и работать женя является ярким примером того как трудолюбие упорство могут привести к мечте и вот то как он сделал себя очень классный пример для всех молодых баскетболистов если честно получал больше всех хаты тоже требования были ну однозначно больше да и принципе его заставлять не надо было пахал с другой стороны это тоже где-то перед тренированность перенагрузки это тоже не совсем хорошо все надо в меру желание во первых было сумасшедшее у него спортом заниматься он начал заниматься гимнастикой вот получил развитие с пяти лет вот наверное их где-то 6 уже параллельно со мной занимался в зале со старшими ребятам намного старше и его не выгнать было знала это значит что это значит что был была работоспособность такого возраста минут и желание работать это большое дело я считаю что андрей супер нестандартные креативные и я бы выделил бы еще экстраординарную стартовую скорость вот и владение мечом и способность разрывать дистанцию то есть создавать себе пространство даже имеет такой маленький рост ну конечно там приятно когда в одно время на площадке с десяти получается человек трое хорошо конечно приятно здесь когда-нибудь другой раз идешь по ворше там или где-то встречаешься тут даже вот когда был праздник это спортивных день работников визит культуры спор ветераны такие которые уже в ходах футболисты там смотрим смотрим за твоими аршанцами за сыном за женькой конечно приятно а 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 в моем родном городе установлен памятник Катюше вот первые залпы она произвела 14 июля 41 года вот вот с поселка крапивна я много где поездил и куда бы я хотел вернуться это всегда этот город да мне кажется часть меня этот город и конечно хотелось бы после завершения карьеры вернуться сюда в свой какой-то уголочек и прожить здесь свою жизнь